Приветствую всех! Снова Лев из Абхазии. В этом видео сразу начну с обзора гостевого дома, который находится в селе Алахадзе по адресу шалмяна54А и называется он Радуга. Ехал по Яндекс.Навигатору без проблем. Маршрут он показал. Заходим на территорию. Сразу видим три новеньких домика. Зелененьких, симпатичненьких. Обязательно внутрь зайдем. Бассейн, шезлонги вижу. И еще ряд номеров. Туда тоже один свободен. Зайдем, заглянем, посмотрим. Внутри можно припарковать машину, как видите. Есть лазилки, качельки, гамак вот вижу есть. И для взрослых, и для детей есть. Впереди у там мангала у забора. Теннисный стол. Здесь кухня и столовая. Сушилки вот вижу у людей под окнами. Ну а сами стиральные машины. Так, сейчас мы их найдем. Где-то вот здесь они должны быть наверняка. Так, вот здесь хозяйственный блок, так сказать, стиральная машина есть. Так выглядит кухня. Здесь несколько моют, несколько плит. Посуда вся есть, водильники, полочки вот здесь для хлеба, микроволновка, чайник. Ну и здесь несколько столов. Еще есть телевизор, что немаловажно. Здесь фотографии множество с достопримечательными местами Абхазии. Вижу тут футбол. Есть. Так, скоротать. Еще вот несколько настольных игр тут вижу. Здравствуйте. Можно к вам с вопросами? Как вас зовут? Андрей Светланов. Андрей Светланов. Откуда вы? Москва. С Москвы. Так, давайте я к вам присяду, так чтобы удобнее было. Вы здесь первый раз или? Нет. А, уже не первый. Мы не первый и не второй даже. Можно сказать, самый первый, кто отхаживает за все. Он приехал. Да, в 99-м году. Вы первый раз в 99-м? Да, да. Сюда же или вообще? Ну, вообще здесь недалеко, а сюда, как только построили, вот в Радугу, мы в первый же год, да, вот в каком году, там, я уж не помню. В шесть лет. Да, ну там первый, второй, ну где-то там 17-18, вот эти годы мы все здесь были. Ну, здесь в который раз вы, получается? В четвертый тогда. Ну, в год у нас не было. Ну, в этот два года пандемии не было. Так вот, когда по четыре раза уже, по несколько раз приезжают, то есть, ну, однозначно уже по условиям быта вас устраивает все, по ценовой политике тоже, и до пляжа недалеко, то есть все вот эти параметры. А так вообще, ну, по Абхазии еще куда-то ездите, наверное, там на экскурсии куда-то? Да, конечно. А здесь где-то есть поблизости экскурсию заказать? Ну, есть здесь даже, вот, ну, как сказать, вот, ну, бадзи, наш гид экскурсии. Ну, тут же, ну, тут же на Шелмяна на улице, там же несколько... И прям, и сюда же прямо. Он сюда прямо приезжает, машина. Ну, то есть вот прямо с гостевого дома, значит, можно подкрываться. Да, значит, прямо отсюда, через хозяин, ну, как бы, через хозяин. Он прямо подъезжает, сам рассказывает все, что куда едем. А где-то мы не видели. Да. И не встречали, кто рассказал, и потом это все показал в Мститресе. То есть такие места, которые не увидишь. А на обычную экскурсию, если брать, там такого не увидишь. Он немножечко другое показывает. Возле каждого дерева остановят, везде все покажут. Про каждый камень расскажут, где чудовая история из древности. Можно вас вместе посадить? Потому что я не знаю, как вас одновременно снимать. Вот так удобнее будет. Вот так, отлично будет. Ну, какие-то, может быть, вспоминающиеся такие моменты здесь. Раз, четвертый раз приезжаете. Да тут все время, каждый раз что-то новое. Вроде не первый раз, а все равно что-то новое выплывает. Ну да, нет такого, что надоедает, или вот мы там были. Но мы даже, если где-то были, мы еще там все равно ездили по второму, по третьему разу. И все равно как-то все по-другому проходит. Даже на те же экскурсии можно второй раз лезть, все равно будет как в первый с такими гидами. Да, да, да. Так, ну это по экскурсиям. Так, по поводу моря, пляжа здесь вот как вам? Все чисто вообще. Да, кармелистый, ну это далька нормальный момент. Пляж чистый, заход нормальный, нет никаких обрывистых там, ничего, грязь никогда. Даже после шторма, если, да, никогда нет вот этой вот грязи. То есть море идеально. Пляж хороший, места полно, нет такого, чтобы друг на друге тут лежали. Хочешь к Пирсу, там волна, там больше хочешь, там проверье. В детском украшу, там волна уже потише, то есть. Как тебе хочется? Рыбачили тут? Не рыбачили? Мы сами нет, но видели на пирсе, там люди рыбачат, да. Значит, ну как бы это. Рыбачили у нас гид руками ловит. Нет, ну там на пирсе рыбачили многие. На пирсе рыбачили, ну там их, как вам объяснить-то, что рыбачить очень замороченный прикор. А, так, ну ладно, раз не рыбачили, тогда вопрос снимается. Года два или три назад, ну, соседи ходили, драли с Настей, пробовали на блесну. Что-то там попалось у них, ну, отпустили. Вот еще вопрос. Здесь как вы бронируете заранее, вот сюда вот номера, или как это происходит? Ну, как, либо списываемся там, когда там говорим, когда приедем. Ну, допустим, в те годы мы знали по отпуску заранее, мы забронировали заранее. В этом году мы там чуть ли не за три дня. Да, то есть мы вот не знали, как чего, да, как только все прояснилось. Через три дня мы можем, мы позвонили, были свободные номера, мы забронировали. А чтобы забронировать что-то надо, какую-то сумму, да? Или как это происходит? Ну, там предоплату, да. Ну, перевод сразу. Мы сразу, да, сразу оплатили, мы же не первый раз. Брон, ничего не сразу. А, ну, вы, то есть полностью проплатили? Мы сразу, полностью, да. А так вот, если кто... А как можно попредоплатить? И сколько предоплатить? А я даже не знаю, надо спросить. Это, наверное, в фоус-букинге, наверное, там, или с этих сайтов, они обычно предоплатили. Да, там как-то... А мы-то просто уже не первый раз, мы уже напрямую связываемся, гранируем, сразу... Ну, все, ну, у вас уже, это, вы уже дружите, я так понимаю, когда несколько раз, да. Это уже такой уровень отношений, как бы, приятные друзья. Ну, уже здесь как местные, да, там, у нас уже. Что тут, ну, чем вообще занимаетесь, вот, когда, ну, помимо их курсей? Ну, тогда и в город выезжаем, и в Питунду ездим. А как ездите, на чем? А мы до этого на машине приезжали, там... А так такси, или позволили, попросили, отвезли. С этим тут, по-моему, с доступностью нет. Ну, то есть, ну, берете машину, короче. Да, да, здесь вот, можно выйти даже на улицу, там... Ну, там... Где экскурсии продают, там же они предоставляют все такси, да. И такси стоят, и транслируют, подошел, как говорится, отвезли, погулял, потом поговорили, привезли. Про трансфер вот хороший вопрос возник, значит, отсюда, до вокзала, до ЖД, до Аэро, сколько будет стоить? Да, 2503, по-моему, как-то там. Три, по-моему, сейчас. Это машина, по-моему, легковушка, да, по-моему? Это прямо вот отсюда. А есть ли один человек за место? А там без разницы, один или хоть целое семейство. У них, по-моему, единое. Да, у них... Нет, это где машина, а есть же набирает кто? Там мини-вэнчик. Наверное, есть. Там надо уточнить. Это надо уточнять, да. Ну, в общем, так вот, двух словах еще, чтобы вы посоветовали тем, кто вот сюда, в Аллахадзе, планирует ехать? Не пожалеют, тихий, спокойный отдых. Ну, да, здесь тихий, если кому-то нужно, там, какие-то дни выбрать погромче, что-то там для разнообразия, все рядом. Вот такси, пять минут, гагров, пиццу, дискотеки, пожалуйста. Да, все там, все побережье, гуляет, все там. А так чисто, спокойно, столовая, нормальная еда. Да, еды полно здесь все. Магазины, обычные цены, все есть, можно все купить, приобрести, и вообще проблем нет. То есть все процветает, все расцветает. Ну, в общем, понял. Хорошо, положительный у вас взгляд на все, такой позитивный, ну и замечательно. Видно, что отдыхаете. Какой день уже здесь? Да. Выборит чем-то другое. Который день тоже здесь? А мы вчера тут приедем. А, вчера? Да, да, да. Ну, все, только начался. Так что у нас, да, первый день. Ясно. Ладно, спасибо вам. Было бы побольше возможностей, а так, что, никуда уже здесь. Работа. Хорошо, спасибо вам, благодарю за интервью. Спасибо. Так, еще вот здесь мужчина. Здравствуйте. Как вас зовут? Алексей. Алексей, а откуда вы? Из Пятигорска. Пятигорск. Ну, тоже, тут недалеко получается. Ну, недалеко. Здесь впервые или приезжали уже? Вот прям здесь, первый раз. А, в этом костюмном доме. Пока не пошел. Ну, а сколько дней тут уже? Я не буду. Третий день. Третий. Ну, в принципе, уже погрузились, все уже, наверняка, все уже, это, как бы, можете оценить, так сказать, какой-то отзыв дать. В двух салах буквально. Там хорошо, но мы отдыхаем, места много, все есть, что надо. Вода, свет, газ, интернет, море близко относительно. Так, зайдем сразу сейчас в номер. Один из номеров. Давайте вот начнем вот с этих вот, где целая линия, целый ряд. По ценам, значит, точно цену, как бы не назову, скажу диапазон от двух тысяч до трех с половиной. Здесь цены. Ну, вот я зашел в номер. То есть, что сразу вижу? Так, тут вешалка с ложкой, телевизор, кабельная подключена, холодильничек маленький. Так, шкаф. Все, реплядчики, выдвижные шкафчики. Двуспальная кровать, вижу. Две тумбы, напротив каждый, значит, розеточка с бра. Ну, картина, освещение, часы в номере есть, кондиционер, естественно. И вот еще детская кроватка, то есть, ну, в принципе, двое детей тут вполне могут разместиться. Так, санузел. Ну, впечатление все, то есть, чисто, все прибрано. В очень хорошее состояние, то есть, ничего такого прям, чтобы бросалось в глаза какие-то там. Нет, все чистенько. Мойка, естественно, унитаз и душевая. Очень приятное впечатление производит номер. Детки в бассейне тут. Хорошо им, замечательно. Наличие бассейна, это всегда очень большое преимущество. Потому что на море, ну, не всегда все хотят целый день там на пляже находиться. Взрослые, например. А детям купаться, они могут полдня, там, день купаться. И вот пациентка как раз выручает. Вот домик, да, это новые домики, деревянные. Пожалуйста, столик посидеть, чай купить. Так, ну, три. Значит, двуспальная кровать двухъярусная. Здесь, значит, тоже двуспальная для взрослых. Две тумбы вижу. Ну, то есть, точки бра тоже установлены. Индивидуальная картина, кондиционер. Так, люстра, шкаф. Пол деревянный, телевизор, холодильник. Уже часы есть. Занятные. Ну, и вот, собственно, уборная. Так, ну, что тут? Плиточкой отделано. То есть, шторочка тут, значит, душевая. Шторка вот так вот отгоразовывается. Ну, там пол уходит, соответственно, унитаз, мойка. Все чисто, все новое абсолютно. Такой вот номер. Еще раз обозначу. От двух до трех с половиной тысяч рублей за номера в зависимости от времени, когда вы приехали и в зависимости от того, какой домик вы снимаете или номер вот в этом. Поэтому узнавайте цены более подробно уже у администраторов гостевого дома. Так, ну и, наверное, пару вопросов подрастающему поколению зададим. Вот тут девушки сидят. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Из Москвы. А, вы из Москвы. Хорошо. Сколько дней здесь уже? 8-го числа предметель уже 12. О, ну, почти две недели. У вас тут отзыв должен быть такой. Вы же все знаете здесь? Как море, как вообще здесь? А море теплое, теплое. Когда волны бывают. Ну, это, наоборот, классно, да. Ну, да, согласен, там даже это, даже прикольнее как-то поплавить, это забавно. Так вообще, ну, в поселке вам как? Все классно, коровки, курочки, все хорошо, отлично. Ну, то есть сельская, тихая атмосфера, воздух чистый. Да, да, да. До моря, как считаете, далеко-недалеко? Ну, пройтись нормально. Да. За сколько доходитесь? Сколько тут примерно? Минут 10, наверное. 10 минут? Ну, да. Ну, не более 10 минут, понятно. Да, нормально. Ага. Недалеко относительно. Здесь первый раз вы? Я, да. Или нет. Второй. Уже второй, да? Ну, то есть родителям, значит, нравится, как бы, поэтому... Ну, и вот уже, наверное, друзей позвали тоже. Да. Ясно. Ну, это тоже очень, это, как бы, показательно, когда уже можно порекомендовать знакомым друзьям. Это уже, значит, мне понравилось действительно. Да. Понятно. Понятно. Ну, на экскурсию куда-то уже, наверное, ездили? Поедем завтра. А, еще не ездили? Да. Ну, то есть пока хватало здесь моря. Ну, и в бассейне тоже уже купаетесь. Понятно? Да. Ну, может, два слова буквально пожелания тем, кто, может быть, будет смотреть это видео. А вы приезжайте, не пожалеете, все здесь чисто, классно, хорошо, вкусно. Ну, тут классно очень. Ясно. Ну, спасибо, спасибо. Хорошо, отдых вам. Вам тоже. Пройдемся от гостевого дома до моря. Значит, расстояние полное 600 метров. То есть 200 метров нужно дойти до улицы Шаумяна по этой дороге, да, по переулку. И по самой Шаумяну еще 400 метров до моря. Так, ну, тут сельская местность. Тихо. Вон тут все. Ежевика. Хурма растет. Люди здесь есть. Очень много гостевых дымов новых появляется. Вообще, у этой местности очень потрясающая, я считаю, перспектива. Потому что все вот эти участки, они как вот по типу, знаете, сельского туризма, они будут развиваться. То есть будут строить прямо в садах гостевые дома. И вот как вот такого двойного назначения получается. Объекты недвижимости будут. То есть они и сельхоз назначения, и, соответственно, для отдыхающих номера. Так, ну вот, подходим уже, соответственно, к Шаумяну. Шаумяна улицу, в принципе, все знают. Село Лохадзе. Улица Шаумяна, она такая центральная туристическая улица. Асфальтированная. И на ней очень много уже коммерции. То есть там и кафе, и магазинчики. И экскурсии можно взять. И еще что-то там. Возвлечения какие-то. Сейчас мы как раз пройдемся по ней. И у вас полное представление будет о том, значит, как выглядит гостевой дом. Как номера я показал. И вот я вам показать хочу. Нон-стоп, так сказать. Как дойти до моря. Так, ну вот, 200 метров мы прошли. Идем уже по улице Шаумяна. Даже, кстати, это плюс, что не на самой улице, а немножко в переулке. Потому что все-таки эта улица довольно оживленная. А так вот, находясь на тех же 200 метров от этой улицы, уже совсем другая атмосфера. Тишина. Ну, фрукты, овощи. Значит, купальные принадлежности пляжные. Пляжные. Вот столовая. Тоже номера сдаются. Вот там. Косички. Вот экскурсии. Так, ну вижу вот отсюда пальмы, которые на пляже высажены. Отсюда вижу, но еще надо немножко пройтись. Отдыхающие тут есть. Как видите, люди прогуливаются неспешно. День очень хороший. Несмотря на то, что некоторая облачность есть. И в горах, похоже, дождь идет. Но здесь на побережье солнечно. И я бы сказал, что 27 градусов-то есть. Но чувствуется, что как будто бы меньше. из-за легкого ветра. То, что он несколько освежает. Со стороны моря дует. Здесь глицинь он цветет. Покажу. Ни одного видео без цветов не должно быть. Так, ну тут в Абхазии сейчас в это время все больше уже номеров российских на автомобилях со всех регионов близлежащих. Приезжают люди отдыхать. Так, вот магазин ниже. Шаурма. Еще одна овощная лавка. Ну, в общем-то, почти у каждого домовладения здесь какая-то есть торговля. Короче говоря, сегодня видео будет посвящено селу Алахадзе. Собственно говоря, я больше про него всегда говорю, но мы-то находимся в поселке Цитрусовый совхоз в основном. А в само село-то я как бы редко заглядываю. Ну, вот сегодня такой день как раз. Добрый день. Так, кафе-столон тут еще. В общем, покушать очень много вариантов, где можно. Магазин продуктов еще один. Горячая кукуруза. Ну, в общем, честных минут 10, наверное, есть все-таки до моря. Поэтому вот, чтобы представление у вас было полное. Я вам все это и показываю. Коровки пасутся. Ну, это село. В селе положено быть разной живности домашней. Вот какой дворик замечательный. Пальма веерная. Так, еще один магазин. Ну, то есть, в общем-то, в плане продовольствия здесь вообще нет проблем. Я вижу, что практически на каждом шагу что-то можно приобрести. Вот еще, значит, кафе, видимо, столовая. Европейская кухня, Кавказская кухня, Восточная. Алая паруса называется. Ну, тут экскурсия. Уже третья, наверное, по счету. Так, вот сайте трансфер. Это важная информация, значит, аэропорт, жидовый вокзал, цена 700 рублей с человека. Или, индивидуально, 4000, это, соответственно, за машину. Ну, вот отдыхающие обозначено, что 1003 можно тоже найти за машину. Ну, я тоже такие цифры встречал. От 3 до 4 тысяч, короче говоря, машина. Еще один магазинчик. Плюс этого села в том, что оно, ну, получается, прилегает к прибрежной части и довольно много здесь гостевых домов и, в общем-то, и прямо на берегу. Еще торговля, специи, сувениры, одежда, домашнее, варенье и прочее, черчхелы. Вот еще магазинчик строится. Это такой, знаете, абхазский Арбат. Ну, только машины остаются, если ее сделать, эта улица полностью пешеходная, хотя бы вот 500 метров, да, ну, ближе к морю, то она, конечно, будет вообще замечательно. Так, вот мы с вами почти уже к берегу подошли. Пальма уже гниется, гостевой дом. и еще экскурсии. Так, здесь кафе вижу. Стволы. Здесь кольцо, где можно развернуться. Так, сделан интересно. Планетарий, автокемпинг вот вижу. я люблю алхадзе. Так, ну, коровки свои, так сказать, как бы тут выразиться. Коррективы вносят, вот, но я лично считаю, что это абсолютно не не вредит. есть коровы, есть, ну, что. Значит, здесь молоко натуральное можно купить, что тоже большой плюс. Так, вот малышиный пляж. Котелька тут. Значит, большая часть пляжа песчаная. И вот уже прибрежная полоса идет галька. Так, это вот по типу бунгало. Таких там батут виднеется, отель, гагра там в Дали. Так, ну вот, вижу по таймеру, я дошел до моря за 9 минут. Пирс вот в той стороне. Ну, вот за пирсом там уже цитрусовый совхоз начинается. Ну вот, можете получить представление, сколько здесь людей. Банан, гидроцикл. Подойдем поближе к воде еще. Велосипед он приехал. Море относительно спокойное сегодня. Температура воды порядка 22 градусов держится. Это так, для справки. Ну, а температура воздуха, как я и говорил, 27 градусов. Хорошая водичка, я бы с удовольствием наступался. такой пляж. Ради интереса зайдем в кафе, которое здесь на берегу находится. Посмотрим, какие там цены. так вот внутри все выглядит. Здравствуйте. Маленькую рекламу вам сделаю. Можно меню у вас? у нас пока миллиметр не работал у нас чебуреки работали, потому что... А, чебуреки пока? Ну, сезон чуть позже начнется. И сколько чебуреки стоит? 120 рублей. Есть сырные с мясом. Сырные с мясом на 120. Понял? Спасибо. Посмотрим подробнее по экскурсиям предложения. Вот прайс тут. Туристическая фирма DreamTour. Вот контактный телефон есть. И вот прайс на экскурсии. Жмите паузу, чтобы деталь изучить. Ну, в принципе, все, что по экскурсиям есть. Все, вы можете увидеть. Какой-то план себе составить на поездку. Сим-карта местного оператора стоит 100 рублей. Ну, на без денег, то есть пополняете уже отдельно. И тариф сами тоже можете выбрать. Вообще, два оператора Аквафон и Амобайл. Можно посмотреть их тарифы. Я думаю, на сайтах у них все есть. Вот экскурсовод высказал, что мнение такое, что Аквафон здесь, в Амобайл-Хадзе, получше все-таки ловит, и поэтому он ее читает. А так, сим-карту, в принципе, можно много где, сказал, купить. В принципе, и в кафешках есть, и в тех же точках, где в экскурсии. Так что, кому надо. Вот, смотрите. Я возвращаюсь в гостевой дом Радуга тем временем. Вот одна из фруктовых плавок. Здесь можно по ценам представление получить. Вот компоты 350, 3 литра. литровые, видимо, по 200, персики 250, нектарины 220, черешня, вот вижу, от 300 до 360, до 530 даже. Стыканчик малину 100 рублей, значит, помидоры 200, абрикосы 310, вот такая вот, по весу, видимо, и тут 200 тоже, 320. Короче говоря, здесь все, я так понял, по весам, это не за килограмм цена. Виноград 220. Здесь же бананчики растут, экзотика, маленькие еще. Обнаружил здесь кафешку, прямо в мандариновом саду. Мандаринчики маленькие. Сейчас посмотрим на меню, что у них есть. Здравствуйте. Можно два меню у вас посмотреть? Кафе небольшое, вот здесь рукописное меню, но, чтобы получить представление о ценах, вполне достаточно. свежее. все вкусно, свежее. Ну, там так и называется кафе-бар в мандариновом саду. В селе Алахадзе, как вы могли увидеть, новая дорога. Ну, а я тем временем вернулся в цитрусовый совхоз. Это район села Алахадзе, также, ну, скажем так, немножко на отдалении от самого села находящегося. Показываю тут стадион, отель Олимп, позади горы, но все затянуто облаками, поэтому мы их не видим. Вот так вот мы с вами побывали сегодня в самом селе Алахадзе на улице Шаумяна, посмотрели гостевой дом Радуга, контакты я хозяев этого гостевого дома оставляю в описании к этому видео. Обращайтесь, бронируйте, ну, и просьба, если не сложно, указывайте, что вы узнали о гостевом доме на канале Лев вещает. На этом видео завершаю. Спасибо за внимание. Если видео было вам полезным, пришлось по душе, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, делитесь, подписывайтесь. Ну, а с вами был Лев из Абхазии. Всего вам доброго. Прогуливаться сегодня вечером очень приятно. Прохлада такая легкая. Очень хорошо на улице.